всем здравствуйте хочу рассказать сегодня почему-то задумалась вспомнила как 92 год студенты начинали учиться когда разруха когда нет зарплату родителей когда стипендию не знаю дадут или нет это дети которые поступили на бюджет потому что ждали хорошо и они без всякого направления за счет института будут учиться ну как за счет института тут конечно только они теперь знают как это за счет института как они выжили как жили вот на первый курс моя дочь поехала хабаровск это надо ночь ехать от того места где мы жили вперед я говорила я была в этом видела как они начинали там разруха была ни кровати путь них ничего но сразу как они въехали в комнату им дали ключи все они ну деревенские девчонки их же видно за версту вот но они побежали там куда-то столовую или куда а когда пришли у не вскрытая комната и все что мамы им положили я например достала ей можно сказать достала костюм спортивный импортный это надо было мне унизиться сходить чтобы мне его продали взятку взять дать небольшую там презентик но в сам сам факт что унизительно это все его ни разу не одевшие на его они утащили уже не могу до слова подобрать волнулись вот представьте девочки приехали тоже все новенькое ничего не знают страх все перевернуто в комнате все что нужно и все унесено ну телефонов не было пока приехал домой пока рассказала что к чему где еще костюм эти добывать не знаю но где-то я сейчас уже подзабыла где-то какой-то опять на физкультуру то же там надо ходить было и опять какой-то костюмчик ей там сделала ну так неприятно душа так обидно и так ничего дома нет и так зарплата не дают еще приехала и ее обокрали замок опять новый купили чтобы им ставили там в общем отметили с первого дня начали ездить на занятия не трудно им конечно было кушать там особо нечего но это вот первый курс мне казалось бы я уже прожила то что воровство и что страшно в городе деревенским потому что когда она поехала поступать я прямо у порога есть сказал наташ сними сережки которые на восемнадцать на шнадцать лет я и подарила золотые сними мало ли что как сердце чувствовала она еще мама все тебе кажется на деревенские мне не нравится кажется что все добрые все нормальные поймать все тебе кажется кто там нет я гнаташ ну послушай меня давай я тебе дам вот позолоченные у меня такие колокольчики были я их отцепила я свои потеряла в бане вот колокольчики носила такие позолоченные просто но новые они еще давать там кто там видит золотые не золотые вот колокольчики красивые я сняла и золотые сережки прямо порога и вот эти колокольчики и говорю смотрите это вы так думаете что у вас что вы городские такие обычные там на базаре где по магазинам там стоят они уже вас видят насквозь они уже люди такие что кто занимается этим они знают деревенских они сразу же их я говорю смотри если кто-то на тебя встанет и скажет отдавать деньги сережки все отдавай все все что есть у тебя все снимали отдавай но кольца конечно я и не дала там у меня было немножко я и не давала пока вот потому что говорю они они нервные они могут тебе ножом ударить смотри все сразу давай только потребует сразу все да как вот в воду смотрела вот как книг что ли начиталась кино насмотришься же там как обирают деревенские вот зарплаты не давали в городах много было не работающих вот этих молодых парней которые промышляли только тем что кого-то обберут вот наркомания процветала я потом то вот мы как воду глядела приезжает она когда поступила и мы так с ней белим она такая не не грустная такая я еще все гурман наташ что-то такая прямо как-то невеселая к это мам я тебя скажу ты не ругайся куда рассказывай и она рассказала а я не обратила внимание что на ней сережек то нет вот тоже даже и не туда через они следить буду она горит маму у меня сережки сняли как я так испугался и ты и она такая вот что приехала такая вот задумчивая такая невеселая так жалко я вред ты за этой ерунды она ведь мама так переживала у меня аж и желудок болел из расстройства я не когда ты что наташа из-за этой ерунды ты здоровья будешь свое еще гробить да пусть они поддавятся да ты что как хорошо что я тебе хоть только хоть заменила их да ты чё я и так прямо обняла говорю ты чё с ума сошла из-за этих побрякушек еще здоровье портить и все она маленько повеселела ну только расскажи мне по правде ну вот сама потеряла сама но отдала кому-то там поносить ну я не буду ругаться только правду расскажи все так мам я правду я ходила на рынок от раньше такие вот тапочки были знаете как из дермантина они пошиты и вот та мода была 90 вторая не мода но больше купить было нечего никак из дермантина красненький серенький беленький продавали на такой тоненькой подошвы но не издалека как тапочки но их туфельками носили дети они мягкие и она год я пошла купить вот свеженькие себе вот тапочки я помню там они 40 что ли стоили вот ну и 400 как-то цифры эти вот и говорит купила эти тапочки иду так их и прижала к себе и несу и говорит раз передо мной встал такой парень и говорит давай деньги а я говорю вот я тапочки купил вот посмотрите кошелек пустой не нет у меня ничего они говорят снимая раз за руки ведь меня руки обсмотрели у меня колец нету снимай сережки маму ягод сразу мне руки с дрожали им сразу сняла сережки отдала и я-то хотела когда это встретился первый раз развернулась а сзади другой стоит они с двух сторон и они высмотрели девочка деревенская ходит глаза как знаешь как синее небо удивительные все новое и же сразу видно поймал чё в чем так видно да сразу видно вот и они с нее сняли сережки и я говорю как сердце чувствовал как знала но я чувствую там промышляют ребятня не работающая думаю хоть хоть так спасти хочется с девчонкам ну вот и вот так вот и и обобрали вот это был 92 год еще только не начали учиться только на поступать ездила вот вот в этот период а уже на только приехали учиться обворовали комнату все унесли что можно было новое унести вот но как сказать мне самое главное страх был чтобы не навредили здоровье чтобы не ударили вот это вот я всегда боялась и всегда внушала никогда не спорь сразу все отдавай что есть это все наживное а здоровья не вернешь и вот так и все время ну что и сейчас внушаю не жалейте вы ничего не за эти сумочки не кидаетесь ничего не дай бог поранят и убьют сейчас ничего не поймешь вот ну вот так вот у нее случилось тяжело ну на первом курсе она до зимы по зиму училась и потом приезжает зимой а я ей свою шапку отдала норковую она новенькая только что ночью она молоденькая была у нее была листья такая пушистая рыжая лисы здоровучая такая но она как-то не захотела она такая массивная в школу находила в ней вот и дала это аккуратненько свою норковую вот и она помню приезжает утром рано же поезд приезжает села и сидит я наташа что приехал мы так с ней это поговорили обнялись герну как чё когда тоже такая сидит никакая ягода что с тобой что-то такая прямо что учиться как что мама у меня украли шапку елки-палки опять проблема мы спали закрыт не закрылись как открылась дверь вот они спали не закрылись деревня елки-палки ну закрыться то уж ну видать одна выйдет другая зайдет вы не может быть так а все таки один же человек в комнате четверо вот и кто-то зашел взял шапку и унес вот пришлось опять унижаться бегать ну благо мне соседка там по блату она на товарной конторе работала и ей песцовую шапку аккуратненькую такую вот предложили она купила говорит а куда я ее носить буду вот просто купила потому что есть возможность убери своей Наташи я у нее вот купила эту песцовую шапку вот и как раз пальто мы купили с песцом так небольшим и так совпало хорошо вот вот ну и слава богу говорю да что ты переживаешь Наташа да никогда ты не переживай из этих тряпок все это купится все переживется то что я боялась она такая мнительная сердечко посадит и все из-за этой ерунды всякой вот я и всегда так говорила это все ерунда кольца шапки тряпки береги здоровье кушай чтобы хоть не совсем голодная была чтоб язву не нажить мне мама тоже всегда так говорила когда я поехала учиться на дочь надо обязательно чтобы кушала чтоб не нажила язву не дай бог это язву если наживешь где уж она так ну видимо где то это я всегда кушала уж нас спят девчонки и только до обеда терпят я нет я хоть и спала до последнего но я прибегала в столовую через голову брала у меня была девочка знакомая как то она мне доверяла я ей моргну она мне подаст я быстро тут поем ну три минуты там что проглочу я у нас в столовую внизу а на втором этаже занимались что там а спала до последнего я такая за Соня вот но всегда завтракала вот я тоже маму слушала и и так и своей дочке наказывала Наташа хоть что-нибудь не терпи по четыре по пять часов голодом что-нибудь чтоб в рот это ну что могли им давали денег какие там деньги ну что-то копейки ну там стипендию им давали тоже копейки но не знаю даже как она выучилась ума не приложу вот сейчас вспоминаю она сейчас говорит да вроде ну молодая видать да вроде ничего я вот думала ну как вот там там же была там ничего вот ни продуктов же ничего столовая была пустая я видела ну как то она старалась все равно старалась училась молодец и вот это вот я хотела сегодня вспомнила прям думаю как же я вот молодым не рассказала как вот они наши старшенькие рожденные семьдесят пятого года учились в каких условиях это же вообще и обворовывали их и запугивали и голодно было и вообще и все таки они учились старались хотя кругом торговля вот это была и я когда приезжала я посмотрела моя Наташа еще куда не шло все таки чуть-чуть это там с деревни вообще были дети а городские конечно и на машинах некоторые приезжали возле института машины стояли студентов поэтому было как два класса одни оббирающие а другие обнищающие вот как то так было резко прямо ну ясно что кто раскручивался ваучеры куда-то свои могли воткнуть я эти ваучеры так они лежат у меня четыре штуки я их никому не отдала и никуда их не вложила и не продала сказала пусть лежат на память я их когда-нибудь покажу вот зайдет разговор я покажу что такое ваучеры потому что у многих они могут может быть они не сохранились у многих но все же влаживали кто куда кто удачно кто просто да продукты я знаю в магазин отдавали вот покажу может быть кому-то интересно ведь молодежь сейчас не каждая же еще может это все помнить знать вот из этого я еще стараюсь записать чтобы вот очевидец вот то чего я прожила что мои дети прожили чтобы вот показать все таки может кто-то и посмотрит вот крутят же вот все таки интернет же я вот тоже же смотрела видео просто крутила крутила и это мне интересно это я все посмотрела что мне надо было кто заинтересовал смотрела несколько искала и их не видеоблоги вот интересные некоторые что-то поучительное тоже что-то узнаю вот мне интересно вот как москвичи жили вот посмотрела видео тоже так трудно жили это же вообще непередаваемо вот я всегда думала в москве в москве в москве там а вот посмотрела тоже блоги люди рассказывают ничего тоже тяжело жили русские всю жизнь жили россии тяжело нечего вспомнить не о чем жалеть не о чем жили очень сложно кто в городе кто в деревне кто как ну нечего вспомнить вот за границей бастуют у них наверное что-то было хорошее тут раз у них отобрали или прижали и они тут бастуют а тут прямо вот ну я не знаю что еще можно за что бастовать что требовать даже не знаю вот ну вот девяносто второй год вот я рассказала и так вот хорошо она вот у меня училась и через две недельки приезжала хоть покушает ну так по мелочи что дашь то дашь вот картошку грузили в основном на тележечку вот с тележечкой у нас этой с картошкой вот потому что там храните долго такое вот негде холодильника не было ну вот вроде бы наговорила хоть вот это вот я рассказала потому что очень сложно учились очень сложно пробивались но на базар не пошли